здравствуйте добро пожаловать на канал питомника в зените удача наше утро начинается не с кофе а с глотка свежей воды каждый находит водичку там где может ну или там где хочет а сайлась вообще выдрессировал своих хозяев каждое утро заставляет поить его прямо из под крана именно таким образом нюшенькина пребывание в нашем доме заканчивается подошел к концу отпуск ее хозяев и они едут к нам за своей собакой она это прекрасно чувствует она каждый раз знает когда на ней приедут начинает волноваться заранее нюша это первая дочка нашей стеши ей уже девять лет она часто бывает у нас в гостях на время отпуска хозяев на знает наш дом знает наших собак очень ласковая хорошая девчонка по паспорту ее за ее зовут ангара в зените удачи она и зайчика умеет делать такая хорошая девочка правда с котом она чего-то не захотела подружиться он все пытался с ней поиграть но она сказала что не тяни ко мне свои грязные лапы и иди прочь общать отсюда почему же вельш корги кардигана почему выбор пал именно на эту породу у меня конечно любовь всей моей жизни это боксеры первая наша собака была боксером и основные наши питомцы это боксеры мне всегда хотелось что-то такое растянутого формата коротеньких лапках крупненькая то есть это не должна была быть такса ну и что же может нам предложить наш собачий мир из таких собак длинники с маленькими лапками и больших да это у нас бассет хаунды это у нас sky терьеры и корги пемброки конечно маловаты sky терьеры очень красивые и бассет хаунды тоже очень красивые но выбирая между этими тремя породами вельш корги кардиганами бассет хаундами sky терьерами помимо прекрасных внешних данных я конечно стала исследовать начинку что же прячут в своих головах своих характерах эти породы ну и чтобы это понять нужно просто посмотреть для чего вводились конкретные породы например терьеры это такие очень жесткими характерами собаки охотничья они для меня достаточно сложные то есть с терьерами мне бы тяжело было взаимодействовать поэтому sky терьер сразу как-то отпал бассет хаунды тоже охотничьи собаки но в отличие от терьеров это гончие и поэтому взаимосвязь с человеком у них совершенно другая они могут встать на след и пойти достаточно упрямые очень упрямые собаки поэтому тоже как-то не подходит для моего характера вельш корги кардиганы это пастушьи собаки они под пиво того что они пасут скот да жасмин они в это время очень тесно взаимодействуют человеком и отбор по рабочим качествам вельш корги кардигана ведется в том числе и по способностям собаки иметь хороший контакт с хозяином с легкостью изучать и исполнять его команды это в быту очень удобная собака она действительно и очень легко идет на контакт очень послушная быстро понимает что от нее требуется в общем то это замечательный компаньон поэтому просчитав все плюсы и минусы характеров трех пород я поняла что именно вельш корти кардиган дает к нему характеру ну а очаровательный вид эти огромные уши эти шикарные хвосты да кайза кайза эти кратулечки лапулечки такие сладкие да радует конечно мой взгляд постоянно все началось у нас с него вот с этой красавицы это наша матрона кайза 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 она нам родила первый помет которым родилась это ее доченька элфи эти две запланированные собаки у нас стало не сестричка жасмин и мы не планировали ее оставлять но она у нас осталась потому что ну не продалась очень редко у нас это первый раз когда за всю нашу практику когда щенок остался в доме только потому что он не продался но это были такие обстоятельства не связанные ни с собакой не с нами мы особо не жалеем прекрасная собака все они очень послушные то есть они практически с первого раза слушаются когда их зовешь откуда-то прививут прибегают сразу все очень компанейские собаки чудесные характеры активные из всех пород которых я выбирала я совсем не жалею что я выбрала именно кардигана да такие очаровательные и веселые создания большеухие коротконожки красоточки вот здесь им приходится пасти только одну него нет у нас к сожалению стадо никакого вот здесь вот здесь Вот такие гостей мы обнаружили на нашем участке. Выходим, ходят три уточки. Одна сразу улетела, а две остались. К сожалению, наши охотничьи собаки, охотничьи, конечно, это сарказм, не смогли добыть нам утку. Опять мы останемся без утки по-пекински. Эх вы, охотники. Ну, а это носится две сестрицы. Рыжая Сола, это та, которая остается у нас в доме, собака. И тигровая, это Роза. Роза Бзария, ее зовут по паспорту. Она у нас продается не для выставок, не для разведения. У нее уже была попытка найти свой дом, но, к сожалению, у ребенка обнаружилась очень сильная аллергия на нее. Показала она себя в новом доме очень хорошо. И с котами с чужими, и с собакой маленькой. Там Йорк был. К детям замечательно относилась, к чужим тоже. Просто очень хорошо себя зарекомендовала. Очень лояльна ко всем, поэтому будем надеяться, что встретятся ее настоящие, самые любящие хозяева. Роза очень красивая, крупная собака. Она абсолютно здорова, с настоящим боксерским характером. Очень игривая, ласковая. Ну, естественно, хулиганистая. Куда без этого. Но очень доброжелательная собака, приятная. Не, в машинке не надо играть. Это для детей. Сацанка какая, а. Волокла машинку. Ну, смотри, она ей подрала, подрала. А, не, ай, птичку спугнули. Сола, Сола, не смотри туда. Сола. Красотки, красотки, да. Это вовсе не секунды спокойствия. Они не отдыхают. У них идет тяжелый мыслительный процесс. Чем бы заняться? Что бы натворить? Где бы похулиганить? Вы закапываете или откапываете? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Чувырлы. Ладно, играй, Бельки, а другой совочек. Ты моя деточки. rabит. Бельки. Они накопываются, Вовсе не реагирует.